Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас на особым контроле. Потому инспекционные рейды на объекты проходят еженедельно. На сегодняшний день работы ведутся по плану. У нас, напомню, 26 объектов, 5 у нас в асфальте уже закончены полностью. Осталось сделать только разметку и установить знаки. По 6 высокая степень готовности к остальным в рамках приготовительных работ. Но, соответственно, у нас сразу же была построена цепочка технологическая, чтобы подготовительная работа, закончившаяся на одном объекте, сразу уходили и люди не простаивали. В четверг специалисты Ивановской мэрии проинспектировали ход работ на двух участках. Богдана Хмельницкого – магистральная улица общегородского значения. Здесь планируют отремонтировать участок протяженностью 1160 метров от Багаева до Велишской. Слой износа, так скажем, верхний слой, он по регламенту снимается раз в 4 года, идет замена. Потому что, ну, в среднем где-то на 5 миллиметров в проинтенсивном движении изнашивается верхний слой покрытия. Это значит и шипы зимой, и нагрузки статистические, динамические. Поэтому каждые 5 лет слой износа, он снимается фрезой двухметровой. По карте фрезерования создается сначала гидридическая съемка с водоотводом, так скажем, чтобы вода не стояла на проезжей части. И потом по этой карте фрезерования работает фреза, которая удаляет вот слой износа и укладывается новый слой износа. Сейчас вот слой износа, он достаточно более прочный. То есть, если раньше применялись щебни марки прочности 800, то теперь 1200-1400. Поэтому дорога, я думаю, что в два раза дольше будет служить. Кроме того, заменят бортовой камень и пешеходные ограждения, оборудуют ливневку, приведут в порядок тротуар. Общая стоимость работ составит более 56 миллионов рублей. На улице Кудряшова работы уже в завершающей стадии. Здесь заасфальтированы 793 метра дороги. Также заменен бордюрный камень, обустроен тротуар и нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный, кроме прочего, тактильной плиткой. На минувшей неделе глава города остался недоволен результатами. Работа над ошибками выполнена. Были нарекания, лежачий камень пешеходный был не в нормативе, завышен немного был. По новым требованиям он уже стал полтора сантиметра. На данный момент мы всю улицу привели в нормативное состояние. Также были замечания по тактильной плитке, тоже это все поправили, все исправили. Все замечания, которые давал глава города, были замечания также о департаменте дорожного хозяйства, были все исправлены. Это ливневые колодцы были без крышек, так как мы очистили улицу, а не сразу произошло воровство их. Мы отреагировали на это, СМП сразу быстро отреагировало на это, и все ливнеприемники привлечены в нормативное состояние. Решетки ливневых коллекторов в последнее время вообще стали головной болью не только подрядчиков, но и администрации. Случаи хищения их происходят с пугающей регулярностью. Это и опасность для пешеходов, и новая строка расходов для городского бюджета. Потому принято решение постепенно менять решетки на антивандальные, со специальными запорными устройствами. Они дороже прежних, а поможет ли это от ушлых охотников за металлом, покажет время. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.